всем большой привет с вами снова александр и сегодня расскажу о колясочке для родителей она создана для тех которым очень повезло у кого например погодки и этим родителям да очень повезло но они сталкиваются с такой проблемой что на рынке очень небольшой выбор колясок для подобных ситуаций для одного ребенка вагон на любой вкус там что угодно но именно в данной ситуации выбор невелики мало толковых колясок вот сегодня я вам расскажу о гракка stadium duo принципе неплохая колясочка получилось она недорогая и функционал у нее достаточно неплохой вот собственно колясочка можете посмотреть на нее что она из себя представляет это колясочка у нас пара возиком она с трех месяцев и да там трех лет грубо говоря до трех лет все правильно сказал вот на заднем сиденье мы можем возить с трех месяцев потому что она у нас наклоняется больше старшего ребеночка сажаем вперед потому что наклон гораздо меньше но это я вам покажу соответственно вот такая вот нас чудесная интересная колясочка напомню точные технические характеристики цену заказать цвета все это вы можете по ссылке в описании на первая коляска пройти и посмотреть а сейчас я вам скажу в двух словах технические характеристики вот производитель дает два года гарантию весит сама колеска 13 килограмм наклон переднего сиденья от 110 до 130 градусов заднего от 105 до 175 вот 175 градусов нам и дает то возможность чтобы мы могли нового ненавороженность трех месяцев катать ну и соответственно с трех месяцев до трех лет и ширина колесной базы здесь 55 сантиметров в принципе вы в любую дверь въедете но имейте ввиду в дверь вы въехали это здорово но если это какой-то лифт вам обязательно скорее всего вам понадобится грузовой потому что колясочка достаточно длинная вот это нужно держать всегда в голове и перед покупкой рекомендую проверять замерять все вот места где вы будете гулять то что где-то вы можете упереться в ее размер в общем начинаем изучать начнем с ручки ручка у нас здесь она никак не регулируется вот такая она вот стационарная у меня сто восемь шесть рост соответственно проецируйте там на свой рост как будет видеть на вам высота в таком среднем месте большинству родителей со средним ростом должна подойти даже с высоким так спокойно роста можно ее гонять она у нас бита такой прорезиненной губочкой хват приятный толстая все окей соответственно сиденье давайте по козырькам пройдемся козырьки на заднем сиденье у нас вот такого размера здесь в каждом из них есть такое окошечко с полиэтиленом что вы могли следить за детьми и соответственно контролировать что они там делают размер козырьков вот конечно не восхищает но программа минимум здесь есть вот так они убираются соответственно все окей по козырькам все понятно смотрите по сиденье давайте сразу посмотрим переднее сиденье у нас как я говорил она 110 до 130 градусов вот собственно максимальный наклон на переднем сиденье принципе нормально взрослый ребенок который постарше точнее говоря будет нормально себя чувствовать отдельно выдвигающиеся подножки у него нет зато у него есть бампер столик с органайзером таким с подстаканниками он кстати съемный столик отдельно можно снимать оставлять бампер бампер естественно снимается вот пятиточные ремни без мягких накладок полностью нигде нет мягких накладок не спереди не сзади просто пятиточные ремни с регулировочкой так на заднем сиденье у нас аналогичная ситуация только здесь у нас диапазон регулировки просто пошире ремни также как и спереди как я уже сказал смотрите чем интересно здесь заднее кресло здесь вот этот вот хвостик он на липучках конце и его можно за раму подцепить и соответственно вот на вот эту часть мы удлиняем сиденье и она не будет продавливается и нас получается ровное такое лежачее спальное место здесь у нас есть хороший бортик в общем место тут реально большое прям приличное место и нехватки места маленькому здесь не будет зимой конвертик даже положите прекрасно все будет ребенок себя чувствовать так сзади у нас давайте проверим откидывается да вот как раз этот бортик о котором я вам говорил здесь есть вот соответственно что касается сидений все все здесь сделано вот таким образом но естественно заднее более просторное более удобно потому что там ребенка нужно еще в чем-то как-то использовать катать можно даже переноску жестким но купить и сюда ее вставлять это будет по моему самый идеальный вариант чтобы можно больше нужно же против хода развернуть но это и так соответственно здесь тоже бампер сон тоже съемный также можно снять отдельно органайзер кстати вам покажу чтобы понимали о чем я говорю вот так вот отдельно снимается бампер остается и бампер отдельно можно снять тоже ситуации спереди вот соответственно вот что касается сидений давайте про материалы поговорим материал достаточно плотный знаете такая как спецодежда такой износостойкий прочный материал который но я думаю что износить его датыр будет очень сложно он достаточно приятный тактильно прочный но видно что это не супер дорогой материал это и на цене коляски сказывается вот давайте теперь посмотрим на шасси шасси спереди у нас просто обалденная амортизация просто очень мягкая колеса естественно блокируется они полиуретановый двойные спереди есть подножечко для ребенка того что спереди смотрите сзади амортизации здесь в принципе нет она здесь только на передних шасси и сзади у нас колеса не двойные а одинарные поэтому вот такая вот ситуация так смотрите что касается багажника багажник тут просто каких-то нереальных размеров тут я не знаю глубина вот короче вся моя рука это ее глубина он очень очень большого размера так что у нас здесь кнопочки нет никакой до регулировки никакой не вижу соответственно проблем с поклажей у вас не будет сзади здесь поднимаете и кидайте сколько хотите также в багажник есть подножка для второго ребенка когда подрастет и муж тоже нужно куда-то ножки девать здесь это все учтено тормоз здесь у нас смотрите вот такой нужно чуть подковырнуть вот теперь давайте мы с вами сложим коляску и посмотрим как она у нас сложенном виде естественно мы должны понимать что такая коляска скам в сложном виде не может быть какой-то то миниатюрная и маленькая все-таки двое детей это компромиссные решению такие коляски и естественно она не будет малюсенькой давайте сложим посмотрим что за зверь такой так чтобы сложить здесь на ручке есть кнопочка и оттягиваем и поворачиваем ручку после чего смотрите что происходит колясочка у нас вот так падает и давим давим до щелчка да пока не сработает фиксатор собственно вот такая у нас сна в сложенном виде здесь сбоку есть ручки для переноски вот и соответственно она очень длинная получается так как она на две части не разделяется сложном виде но в принципе в большом автомобиле в большом багажнике будет все окей собственно отжимаем ставим и вперед вот давайте посмотрим что у нас комплект идет входит собственно все что я показал все в комплекте и есть столики вот эти бампера ничего отдельно здесь не добавили так что как по мне это достаточно интересное решение давайте так проходим по ссылке в описании смотрим цену изучаем и потом понимаем то что я сейчас говорю она стоит недорого я считаю это недорого для такой коляски вы если не согласны можете в описании поспорить и буду рад это все увидеть почитать но как по мне учитывая рынок то что их немного качественных надежных еще меньше не вот я считаю это предложение достаточно интересным вот об ней достаточно много места достаточно прочная большая корзина в принципе все что для жизни нужно вы здесь получите единственное учитывайте ее длину размеры и места где вы будете ее эксплуатировать лифты там все такое заранее об этом подумали и в принципе она вас будет радовать вот собственно все что хотел рассказать я вам рассказал благодарю первую колясочку это представленную колясочку игрока на обзор а вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора колясочки для вашего ребенка всего доброго до свидания